К нашему эфиру присоединяется Тарас Загородний, политтехнолог. Тарас, здравствуйте. Добрый день. Да, здравствуйте. Тарас, скажите, к чему могут привести вот эти протесты, можно сказать, достаточно массовые, в Башкортостане? Тем более, вот мы видели в нашем сюжете, что и россияне-то к ним присматриваются. Не, ну смотрите, тоже они могут там бастовать, ходить. В России это уже было, и российская власть умеет переваривать эти процессы, тем более, что не научились, как это было сделано в Беларуси. А вот в Беларуси была обкатана система купирования этих процессов. Это якобы позволяли людям ходить, точечно потом искали этих людей, но в конце концов, когда люди чуть-чуть ослабились эти протесты, они начали массово проводить репрессии уже в конечном счете против активистов, которые были самыми активными, и давать большие сроки. Поэтому, в принципе, эти такие протесты, они теоретически могут и переварить. Но тут-то есть одно но. Первое, это Башкортостан, да, это раз. Второе, то есть есть уже вопрос национального фактора. Второе, есть вопрос, связанный с войной. Вот недавно господин Резников, наш министр обороны, патролил главу Башкирии. Он там выпустил как раз, он там вспомнил, что еще в армейские времена, когда он служил в советской армии, у него там был друг Башкир, он там то ли еще и на башкирском языке написал о том, что... На башкирском, да, было обращение. Да, да, вы там ездите, умирает за что? За что башкир умирает в Украине? Вот такой вот еще простой вопрос. А это очень болезненный вопрос. Почему? Потому что все-таки Башкортостан и все эти национальные республики, это республики с традиционным укладом. Это означает, что мужчина там является носителем и национальной идентичности, и кормильцем все-таки, и многое-многое другое. И второй вопрос, опять же, что мы делаем в Украине, когда у нас тут есть проблемы, и зачем это нужно? Вот если это сойдется в одном месте, вот сойдется и получит то, что вот в физике называется резонанс, а вот резонанс может и мосты рушить, условно говоря. Вот оно может колебаться, колебаться, а потом сойдись в одной точке. Судя по истерике, которую устроил глава этого региона в соцсетях, он даже на украинском написал тоже, нашел, как это переводится, название, что это все вранье и это, и масштабировал, фактически масштабировал эту проблему. Масштабировал эту проблему и показал, что проблема существует. Вот если это сойдется в одном месте, тогда, я думаю, может какие-то и подвижки быть в регионы. Дальше. Вопрос национального характера тоже. 30% Башкорькостана составляют татары. То есть это, поскольку это уже Татарстан рядом, там это тоже может подвинуть вопрос, связанный с войной, с накопившимися проблемами, там они тоже есть. А это может иметь цепную реакцию. Вот эти вот два региона, которые работают с цепки, фактически, учитывая там население, которое там существует, и оно объединено в единую национальную группу, вот в таком формате это может быть. Но если это просто будет в формате вышли по Бузили, и это ничем не закончилось, ну это и ничем не закончится. Тоже не следует недооценивать российскую власть. Российская власть прекрасно все уже понимает. Она умеет купировать такие протесты. Да, они разгонять их не будут, но потом просто по одиночке начну самых активных вызывать, им впаивать сроки в Сталинске, там по 25 лет, чтобы другим не повадно было. То есть репрессивная машина, она работает, и она не такая дурная. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы протесты в Башкирии пошли по нарастающей, и Башкирия открыла парад суверенитетов Российской Федерации. Почему бы и нет, да? Хотя вот секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что процесс распада России начнется с Кавказа. Соглашаетесь ли вы с ним? Я согласен. Самые перспективные регионы – это Чечня и Дагестан. Скажу почему. По многим причинам. Во-первых, там очень мало русских. То есть 90% населения Чечни – это чеченцы. Есть пассионарный народ, а чеченцы пассионарны. Пассионарные элиты. Есть память о двух чеченских воинах. Она никуда не делась. Непонятно еще, куда Кадыров качнется. Если он еще объявит завтра в Чечне, что давайте соберемся все вместе и отомстим за две чеченские войны, я думаю, что желающих очень много будет в Чечне соберется. Дальше. В Чечне есть экономическая база для независимости. Какая-никакая там не существует. И главное – есть внешняя граница. То есть есть возможность выстроить независимое государство. Плюс, я думаю, что… Ну и в таком же положении Дагестан тоже очень… А, и там люди все-таки… Поскольку там общество более традиционное, оно построено на горизонтальных связях. Через рада, тейпы и так далее. И, соответственно, они могут объединиться вокруг чего-то и предпринять шаги. То же самое касается Дагестана. Дагестана вообще выход к Каспийскому морю. Есть тоже нефть. То есть фактически есть полноценная база для создания экономического отдельного государства. Там это может быть. Я вообще не исключаю, что Кадыров вообще попытается присоединять к себе Дагестан как отдельное государство. Это потому что вот этот альянс можно продать кому-то в смысле, например, построить транспортный коридор с Каспийского моря через Чечню в Грузию. Это уже под это даже деньги могут дать. Например, какие-то арабы, либо арабские какие-то инвесторы и так далее. То есть там очень много появляется возможностей. Ну, в конце концов, известный герой Кавказа Шамиль, которого российская власть в середине, когда там Кавказская война в 64-м году, в 864-м году, по-моему, закончилась, они же так и не победили их. Они перекупили фактически Шамиля, а Шамиль называл себя имамом Чечни и Дагестана. И поэтому в этом там может быть. Касаемо Татарстана и Башкоргастана, там меньше вероятности. Я вам скажу почему. Потому что у них большая проблема, у них нет внешней границы. Они фактически находятся как анкла в середине России. Ну и опять же национальный состав. Половина фактически населения, например, Татарстана из 4-х миллионов, они признают себя русскими. То есть там нету такого вот подавляющего превосходства, как, например, в Чечне. Она не такая гомогенная. В Башкоргастане там еще интересная ситуация. Там фактически раскладка идет по 30%. То есть 30% татар, 30% башкир и 30% русских. Соответственно, говорить о том, что вот именно с этих регионов что-то может начаться, я пока очень осторожно говорил. Потому что мы, опять же, проецируем ситуацию 90-х годов. А тогда заявления о суверенитете Татарстана, это были скорее отголоски борьбы Ельцина против союзного центра, когда он заявил, берите суверенитета сколько хотите. То есть и они на чем остановились? Они просто разделили доходы по нефти и газу, и на этом вся независимость, в принципе, закончилась. А так элиты там достаточно ассимилированы. Не думаю, что они там как-то вот готовы завтра уже бороться. Это непонятно с каким результатом. А вот касаемо Кавказа, это правда. Там точки, точки входа и точки возможной дестабилизации существуют. Ну и вопрос, сколько осколков вообще оставит по итогу после себя Российская Федерация? Как долго, как вы считаете, будет длиться этот процесс распада ее? И что останется от самого центра? Я в некоторых прогнозах встречал даже такие версии, очень интересные для Украины, что Российская Федерация может стать Москвой в составе Москвы и ее области, и не более того. Ну, я бы так не говорил категорично. Все-таки сил у россиян оставить за собой ядро есть. 80% россиян, граждан России, считают себя все-таки русскими. Это нужно понимать. И это означает, что это является моноэтническим государством. И ресурсов оставить за собой этнические области, которые наполнены ресурсами нефтью, газов, у них все-таки есть. И давайте не будем забывать, что Запад и Китай, в принципе, не хочут распада России вот в таком совсем неуправляемом формате. Поэтому я бы тут осторожно говорил. Но то, что в хорошую гражданскую войну на территории Российской Федерации, я верю. Вот это вот теоретически очень возможно. А часть, вот Кавказ, вот та же Тува, например, да, она же тоже, например, Тува вообще была присоединена, опять же, непонятно в каком формате в 44-м году. Вот. И там, вот там тоже преимущественно Тувинцы. И они очень так, сложное у них отношение к русским. Вот. Там вот эти, вот то, что по окраинам находятся, вот эти национальные республики, там есть какие-то перспективы, если говорить. А касаемо ядра, все-таки я считаю, что ну миллионов 90-100 россиян не могут контролировать население и территорию. Потому что все-таки сейчас новые технологии позволяют контролировать территории, ну тот же искусственный интеллект и так далее. Тарас, вот мы процитировали слова Андрея Мельника, что Запад боится, как черт ладана, распада Российской Федерации. Что нам нужно сделать, чтобы успокоить эту боязнь, переубедить западные страны? И почему он боится? В чем его боязнь? Чего он боится? Ну, смотрите, они в принципе боялись также и распада Советского Союза. Запомните известную речь Буша, когда он приезжал в Киев, когда он уговаривал, как сказал, не поддаваться там как-то вредному или талитворному влиянию национализма. Приезжал, кстати, вместе с Маргарет Тэтчер. У нас часто вспоминают про Буша, они же были вместе. И Маргарет Тэтчер тоже приезжала в Украину, тоже выступала в Верховной Раде, вот на известной всем трибуне. Тоже просила не выходить, не разваливать Советский Союз, потому что, опять же, боязнь была ядерное оружие, химическое оружие и так далее. Вот. Ну, смотрите, ну распался Советский Союз. Ну, решили же как-то вопрос ядерного оружия. Ну, решили. Поэтому, я думаю, что там тоже найдут варианты найти это ядерное оружие. Я думаю, тут скорее боясь Запада не сколько в распаде России, а в том, чтобы это ядерное оружие не попало в руки Китая. Вот этот вот момент, он более важный, чем вопрос распада России как таковой. Потому что Китай интересует от России не только нефть газ, но и получение доступа к ядерному арсеналу. И это в разы увеличит их возможности, потому что все-таки ядерный арсенал Китая, он сравнительно очень небольшой. По-моему, там полторы тысячи зарядов, то, что говорится. И Китай по своей старой привычке тоже смотрит на это, думает, а зачем что-то делать, если можно что-то получить? Как они и оборонные технологии получают от России, которых у них нет, ядерные технологии, например, производство, например, блоки, атомные блоки на быстрых нейронах, они вот Россия фактически им отдала во время последнего визита Си Цзиньпиня. А вот это бы они хотели. Поэтому там более сложная ситуация и больше интересных вещей. Поэтому что доносить? Ну, доносить следующее, что, ну, советский союз распался, это же было неприятно, но не страшно, да? Решили же вопрос, решили. Если есть какие-то вопросы, так Украина тоже могла бы помочь, да? Вот, например, то, что был рейд на территории Белгородской области, это очень важный момент, то, что произошло. По сути, Украина продемонстрировала новый инструмент управления евроазиатским пространством в Российской Федерации. Это фактически иностранный легион, такое вот есть подразделение французской армии, которое в основном оперирует в Африке, в бывших колониях Франции. Куда набирают граждан других стран с перспективой получения гражданства Франции? То есть, по сути, я уверен, что это было согласовано все-таки с Западом, да? По сути, Украина может тоже формировать вот такие вот легионы. Они будут называться какие-то стабилизирующие миротворческие контингенты, которые могут решать тоже очень много интересных вопросов, за которые Украина, конечно же, будет брать большие деньги, чтобы американцев и британцев Минчигова болела голова на территории Российской Федерации. Нам это выгодно и это нужно, потому что мы все равно должны быть очень мощными игроками на территории России даже после нашей победы. Соответственно, какой-то формат должен быть. Ну и то, что я сказал, скажут, ну отвалится Кавказ там, ну будет небольшая гражданская война. Так, в принципе, такого... Ну я не верю, опять же, вот в распад России. И опять же, мы всегда должны помнить, что распад Советского Союза все-таки инициировала Россия, инициировала Москва, потому что они не могли уже выдерживать экономического груза проблем. Ельцин специально фактически выводил Россию из-под юрисдикции союзного руководства для того, чтобы получить себе государство и бороться за власть. А сейчас я не вижу особого желания Москвы по каким-либо причинам отказываться от контроля всей страны. Поэтому мы не должны проецировать Советский Союз на нынешнюю Россию. Это абсолютно два разных государства, и нынешнее российское руководство, оно учло опыт как раз Советского Союза. И поэтому тут очень тонкая должна быть грань, но претензия и факт того, что Украина будет активным игроком, Запад должен понимать, принять. Это, кстати, Беларусь должна тоже уже понимать, что вот такие же комбайнеры и доярки могут появиться на территории Беларуси, которые у Украины не имеют никакого отношения, как не любят в таких случаях говорить глава СБУ, наш господин Малюк, мы ничего не опровергаем и не подтверждаем. Но потом, правда, в интервью все-таки признаются, что все-таки Крымский мост был не случайен, Севастополь был не случайен, там Бавовна прилетала, и Мочулищи тоже были не случайные на территории Беларуси. То есть работа ведется. То есть как бы Западу нужно понимать, что у них есть инструментарий, который может им помочь, например, в организации вывоза того же ядерного оружия с территории Российской Федерации. А кто это может сделать? Ну вот мы сформируем наш иностранный легион, там будут служить граждане других стран, при, конечно же, офицеры, скорее всего, будут украинские, которые будут решать эти вопросы, от которых у вас есть опасения. Ну, такие перспективы нам нравятся, глядишь, и сотрудники МОСАДА еще будут приезжать в СБУ на стажировку. Спасибо, Тарас, за этот разговор. Тарас Загородний, политтехнолог, присоединялся к нашему эфиру. Спасибо. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.